Лето – пора веселья, отпусков и пикников на природе. Но уезжая надолго из квартиры, можно случайно не выключить плиту. А после отдыха на природе забыть потушить костёр. Тот или иной случай может спровоцировать серьёзный пожар. Как избежать опасных ситуаций, рассказали сотрудники МЧС воспитанникам школьного лагеря. Сергей Терновый всегда мечтал служить в МЧС и объяснять людям о важности соблюдения правил пожарной безопасности. В этот раз специалисты приехали в 11-ю школу, чтобы рассказать детям о том, как правильно себя вести при пожаре и на что ориентироваться при выходе из здания. Мы расскажем то, как возникает пожар, факторы пожара, как вести себя при пожаре, также на что ориентироваться при нахождении в здании. Опять же, это то, о чем я говорил, это знаки пожарной безопасности. Эти знаки символизируют о том, где находятся перечные средства пожаротушения, средства спасения. И знаки, которые контролируют эвакуацию из здания. Ориентируясь на эти знаки, можно найти выход на улицу, чтобы спасти себя и своих близких. Кроме того, по ним можно узнать, где находится кнопка оповещения АЧП и огнетушитель, которым можно ликвидировать очаг возгорания. Длина данного зала составляет 20 метров, чтобы их размещать так, чтобы здание может было до любой точки дотянуться и потушить возгорание. Кроме того, сотрудники МЧС наглядно показали, как нужно работать с огнетушителем. Они бывают самых разнообразных видов. Водные, воздушно-пенные, воздушно-эмульсионные, углекислотные и порошковые. Чаще всего в общественных местах можно встретить углекислотные и порошковые, потому что такие варианты могут охватить большую площадь распространения огня. В случае чего, чаще всего мы сейчас даже агитируем, подсказываем, предлагаем людям дома также иметь специальные дотяной защиты, огнетушители, те же датчики, чтобы обезопасить себя. То есть, если, например, любой житель города Мурманск, а также дети, будут знать, как пользоваться огнетушителями и иметь его дома, то они могут и себя обезопасить, также обезопасить своих соседей. Важно не только в теории понимать, как себя вести при пожаре, но и суметь применить эти знания на практике. Поэтому нужно с самого детства рассказывать школьникам о правилах пожарной безопасности.